Во времена совхозов и колхозов Нерюктяинский наслег славился своим скотоводством, но там практически полностью исчезли крупные хозяйства. Сейчас администрация всерьез занялась их возрождением. Развитие могло бы стать и более динамичным, но только период его пришелся на очередной кризис. Тем не менее, кооператив стоит на ногах, а люди получили рабочие места. До свидания. А сейчас у нас уже 54 головы. Хозяина видно по результатам. Увеличивающееся поголовье – это уже результат, учитывая, что на сегодня проблем все-таки хватает. Рады бы и дальше увеличивать и развиваться, – разводит руками председатель. Да только нет молодых кадров, нет механизаторов, нет доярок, а главное – единицы желающих. Увеличивать поголовье – значит увеличивать кормовую базу, а сенокосные угодья – по пальцам. Когда задумали строить коровник, радовались. Предполагалось, что часть затрат вернется на эти деньги, можно было прикупить технику, да и внутри поставить современное оборудование. Но попали под кризис. И мечты о технике остались мечтой. Все сейчас упирается в кадрах. Ничего тут кадров нет. Руки не опускают. Ни работники кооператива, ни глава администрации думают на перспективу. Поэтому угрант по сельскому хозяйству не распылили на мелочи, а вложили именно на развитие. Для постройки общей изгороди на эти же деньги решили приобрести осемнаторский, построить осемнаторский пункт. Нашли двух женщин и сейчас они будут обучаться. Рекордов на ферме пока не ставят, но работают все с полной отдачей. Хороший коллектив получился. А главное – люди наконец-то стали понимать, что работают на себя. Елена Фаст, НВК САХА, Олег Минск.